С начала июня скачок числа заболевших на 20%. Спустя полгода мнимого затишки коронавируса вновь поднимает волну. Теперь главным пациентам от 18 до 40. А привычный уханьский штамм разбавляет британский и индийский. Появляли ковид, отправляли в научные исследовательские, находили индийский и британский штамм по клинике, они особо ничем не отличались. Вирус диагностируют повторно. Диагноз ставят и тем, кто поставил вакцину. Из 290 тысяч привитых ковидом заболели 184. Звучит как погрешность, уверены медики. Вирус атаковал их еще до выработки иммунитета. Врачи призывают обезопасить себя и подумать о других и поставить вакцину. После скандала с опивак короной, когда у привитых не выявили антител, ее эффективность для многих сейчас под сомнением. И барнаульцы просят ставить только спутник ВИ. Спутник он и поступал в наиболее большом количестве. До 90% всей поступившей вакцины это спутник ВИ. Просто мы имеем уже опыт работы с ней. Почему мы ее активно рекламируем? Потому что мы с ней достаточно давно уже работаем и имеем опыт определенный. И та статистика, которую я вам приводила, да, и отсутствие поствакцинальных осложнений. А между тем в стране боятся, что рекомендованная вакцина станет обязательной. И прививать 60% работников прикажут и на Алтае. Отказ от укола грозит сотруднику потери содержания или увольнения. Но барнаульский пассажироперевозчик Олег Бесчастный уверен, что понимающих эту меру будет больше. Мол, все устали от болезней и запретов. Если это будет на законодательном уровне, что не допускать до работы непривитых, как без документа, согласитесь, если не будет водительского удостоверения, он же не седет за руль, правильно? Это же нормальная рабочая атмосфера, поэтому я считаю, что все нормально будет, если так будет. В крае же свое решение по этому поводу еще не вынесли. Прививка против новой коронавирусной инфекции была внесена в национальный календарь профпрививок. С этим приложением номер два и будут обсуждаться вопросы, кто будет подлежать и в каком формате вакцинации. То есть сейчас там прописаны лица старше 60 и в принципе все взрослое население и отдельные группы профессий. Определенное неверие и недоверие к вакцине, оно является в какой-то степени непроизводной от неверия и недоверия в целом властям, традиционной медицине, которая зачастую совершает различные ошибки, хотя, конечно, врачи героически на переднем плане борьбы находятся. Принудительная вакцинация – не выход, потому что вполне возможные какие-то схемы будут придуманы. И они уже есть. На Алтае появился рынок липовых сертификатов. Как начинающие бизнесмены, мошенники звонят первые. Сначала показалось, что это какой-то сюр и ослышалось, но нет. Вежливый голос квалифицированно рассказал, как все это будет обстряпано. Никто же ничего не узнает. Все сделают через лабораторию официально. Анна, конечно, отказалась. Да и сертификат у нее уже есть. Говорить с нами не захотела из-за хейта после поста. Но кажется, что таких историй будет все больше. И медицина вновь готовится к обострению. Бывший ковидный госпиталь на старте – больше коек с кислородом. Губернатор на оперштабе пообещал нам дополнительные средства для увеличения объема обследования пациентов на выявление коронавируса. Поэтому, естественно, здесь тоже никаких ограничений не будет. Мы будем обследовать всех абсолютно подозрительно для того, чтобы обеспечить максимально раннюю изоляцию. Сегодня на Алтае открыто уже 1840 коек для коронавирусных больных. За неделю количество проводимых КТ выросло втрое. А мобильные пункты для вакцинации работают с 8 до 20 часов. Окончательные ограничения в крае еще прозвучат. Сейчас их обдумывают в правительстве.